В октябре 2018 года парк имени Гагарина только начинали благоустраивать. Тогда жители предвосхищали изменения и радовались появляющимся фонарям, дорогам, лавочкам и площадкам. В прошлом году дороги представляли собой не твердое полотно, а настоящее месиво. Люди надеялись, что ситуация изменится к лучшему. И говорят, почти получилось. Мнение о текущем благоустройстве разделилось. Не убирают. И ничего тут не видно, чтобы что-то было в устройстве какое-то было. Практически деньги уходят в песок. По сравнению с тем, что было, конечно, нравится. Но у нас в Превокском нет некуда выйти. Мы рады этому парку. Не знаю, как и ждем. Прям весны хорошие, чтобы сюда. Поменяли лавочки только новые. Поставили фонари. Фонари, конечно, это нужная вещь. А так, в принципе, изменений особо не было. Хотелось бы больше, чтобы для детей сделали игровых площадок. Песок вовремя привозили, потому что песок ждем очень долго. А так, в принципе, очень нравится здесь. Некоторые асфальтированные дорожки по-прежнему представляют из себя рассыпчатую смесь, по которой невозможно ходить. Другие же попросту залило водой. Детские спортивные площадки, как рассказали местные жители, не убираются. А ветки, срубленные еще осенью, так и остались лежать на тротуарах. Ситуация такая в городе не единственная. Благоустройство детской площадки на улице Новоселов. Между домами 32 и 34 началось также в прошлом году. Правда, жильцы рассказывают, что происходило все без их согласования. А бюджет самой программы предусматривал не только бюджетные деньги, но и взнос от жителей. Сейчас территория между домами 32 и 34 выглядит вот так. Щебенка, раскиданная по детской площадке, тротуарная плитка вместо асфальта, идущая волнами. В нескольких местах покрытие на детской площадке попросту провалилось. Цена таких изменений, как говорят жильцы, 19 миллионов рублей. Деньги вложены, а сделаны отвратительно. Вы смотрите, провалы вон на площадке, а вот та площадка, вот, там вообще какое-то форменное безобразие. Задумка хорошая. Нам очень нравится, мы ходим сюда с соседнего дома гулять практически каждый день, когда есть возможность. Устройство очень хорошее, новые поставили для детей аттракционы, качели, также спортивную площадку. В принципе, мы очень довольны. Ребенку нравится. Нравится тебе? Все замечательно. Вы знаете, ну, если посмотреть, да, вот так вот взглядом, то вы можете сами увидеть, что провалилось, да, вот, посмотрите, вот, провалилось. Камешки везде валяются, как-то это, ну, неэстетично, правильно? Вот поэтому, мне кажется, еще надо как-то ее немножко облагородить. Мнения по благоустройству разные, одни считают, что хотя бы у детей появилось место для игр, а другие, наоборот, говорят, что если взялись делать, то делать надо сразу хорошо. Местные жители добавили, что не знают, будут ли их площадку доделывать или остаются в таком состоянии. Конечно, деревья по краям наверняка зеленят, добавляют они, но разве это спасет ситуацию? Будут ли какие-то изменения в парках и скверах? Не сообщается. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания, город.